Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. И пока мы вместе с вами выбираем название для нашей новой патриотической рубрики, мы все-таки решили снять первое видео. Поэтому сегодня я расскажу вам о традиционных русских булочках-птичках. Кстати, большое спасибо всем, кто предложил свои варианты названия. Я думаю, что вместе мы точно выберем что-то интересное. Поехали! 22 марта все православные в нашей стране отмечают праздник, День 40 Севастийских мучеников. Этот праздник непереходящий, в отличие от Пасхи, например. То есть каждый год он отмечается в один день, 22 марта. На него традиционно пекут такие красивые булочки-птички, которые называются жаворонки. В церковной трактовке они символизируют души святых мучеников, о которых я говорила. Житие вы можете почитать в интернете, я его пересказывать не буду. А в народе говорят, что жаворонки, булочки-жаворонки встречают весну. То есть перелетных птичек, которые как раз в это время примерно и прилетают. А еще 21 марта отмечается День весеннего равновенствия, на который тоже часто пекут булочки-птички. Получается, что в любой трактовке эти птички символизируют начало весны. Мы для вас уже сняли и выпустили пошаговый рецепт этих булочек-жаворонков. Вы можете посмотреть это предыдущее видео, оно вышло на канале у нас 20 марта. Обязательно их приготовьте, они очень милые, очень вкусные и настроение сразу становится весеннее. Вообще у нас на Руси приход весны всегда отмечался очень широко. Ну, можно даже вспомнить масленицу с ее большими и широкими такими гуляниями. Потому что весна значила для людей не просто смену времени года, как сейчас, она значила для них нечто большее. У них менялся образ жизни. Они начинали заниматься собирательством, они сеяли новый урожай, они отправляли скот на вольный выгул. Можно было, наконец, не колоть дрова, потому что раньше отопления в домах не было. И чтобы зимой не мерзнуть, конечно, приходилось очень много трудиться. Поэтому весна для людей была настоящим праздником. Ее встречали, ее ждали, ее закликали. Существовало много всяких разных обрядов для призыва весны, чтобы весна пришла поскорее и была теплой. То есть весна означала для людей приход лета, потепление и смену образа жизни. Кончалась долгая зима, кончались запасы, которые люди летом делали и осенью на зиму. И весна означала новую жизнь, поэтому ее очень сильно любили и ждали. Поэтому, скорее всего, эти булочки-жаворонки появились надолго до того, как Русь стала православной. Как и Масленицу, между прочим. Все эти праздники обрядовые, очень древние и, можно даже сказать, языческие. Но люди настолько с ними сроднились, что просто так выкинуть их из культуры было невозможно. Именно поэтому мы печем булочки и жарим блины с вами до сих пор в 21 веке. Они органично вписались в наш современный мир, и мы просто продолжаем традицию, уже не вкладываем в нее какой-то определенный смысл. Ну, булочки на самом деле вкусные, и блины мы все любим поесть. Что касается какого-то традиционного того самого рецепта, как и со всеми другими блюдами, нет единственного верного рецепта. Мало того, во многих деревнях на Руси и в России потом не только пекли жаворонков, делали совершенно разных птиц и украшали их тоже по-разному. А в некоторых областях, например, под Брянском, и вовсе этой выпечке форму птичек не придавали. Они делали пирожки или сороких, их называли, это такие шарики из теста, чем-то похожие на колобки. И они этими пирожками кормили свой скот, перед тем, как впервые весной его отправить в поля на вольный выгул. Да, на самом деле кормили коровок, коз, овечек, потому что к животным относились тоже совсем по-другому. И так как сейчас они их любили, они приносили им дары, они за ними ухаживали, потому что времена были другие совсем. И одна корова могла много лет кормить целую семью. Представляете, сколько веков прошло, как сильно изменился наш мир, наш быт, а древние традиции до сих пор осталось. Поэтому, если вы никогда еще не пекли жаворонков, сегодня самое время это сделать. Смотрите рецепт на нашем канале, который вышел 20 марта, пишите ваши отзывы в комментариях, и я буду ждать. Пока!